11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. Ислам Занько, добрый день. Сегодня вторник, 20 ноября. И сразу же переходим к нашей первой очень важной теме. Если я скажу, что данная тема наиважнейшая сейчас для нашего региона, то я, наверное, буду прав. Так ведь? Да, я думаю, да. Конечно. Потому что за полтора месяца до Нового года арбитражный суд признал незаконным строительство полигона твердых бытовых отходов, теперь уже надо говорить твердых коммунальных отходов, в Осенцах. И есть очень много различных мнений, обсуждений и прочий конец мусорной реформе, еще не начавшейся, собственно, потому что она вступает в свое действие с 1 января 2019 года. Мы хотим, чтобы здесь специалисты нам рассказали, конец все-таки или начало, и если это начало, то как мы пойдем в 2019 году по этой мусорной реформе. Очень много вопросов есть и к самой реформе. Ну, не к самой реформе, сейчас не будем обсуждать, как обсуждалось, как водилось, а четко, как она будет работать. И есть множество бытовых вопросов, которые касаются каждого горожанина. Они их нам задают, и мы тоже наших специалистов спросим сегодня. Итак, наши эксперты Алла Албегова, министра охраны окружающей среды Кировской области. Алла Викторовна, здравствуйте. Добрый день. С нами Игорь Редькин, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства нашего региона. Добрый день, Игорь Юрьевич. Добрый день. И также у нас в студии Игорь Крысов, генеральный директор компании Куприд. Еще раз напоминаем, что это региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Добрый день. Вот такая у нас представительная группа экспертов сегодня. Давайте начнем с главного вопроса. Как, собственно, региональное правительство оценивает решение арбитражного суда, которое было принято 14 ноября? Алла Викторовна. Честно говоря, мы не видим особых причин для беспокойства. И объясню свою позицию. Объект, а именно полигон в Осинцах, соответствует всем требованиям экологической безопасности. Мы об этом и ранее говорили. И эти требования подтверждены положительным заключением государственной экологической экспертизы. Объект внесен в территориальную схему. И объект поставлен на учет в государственном реестре объектов. Это постановка на уровне Москвы, Росприроднадзора. Организация, которая планирует эксплуатировать полигон, получила лицензию. И она на сегодня готова к вводу в эксплуатацию. Все, что касается судебного решения, конечно, сейчас сложно детально что-то объяснять или аргументировать. В связи с тем, что решения суда еще нет, по большому счету. Мы не видели мотивирующей части. Но, на наш взгляд, спор связан не с экологической опасностью или безопасностью объекта, а спор связан с соблюдением законодательства о воздушном пространстве. Мы имеем в виду аэродром в Заречном парке. Да, мы имеем в виду земельный участок аэроклуба ДСАФ. Вот я бы так поточнее сказала, потому что пока как бы там разные мнения аэродрома. Мы говорим о земельном участке и о тех постройках, которые есть на земельном участке. Администрация Слободского района намерена обжаловать. И это абсолютно законный путь. С этим решением они не согласны, и правительство области их в этом поддерживает. Мы думаем, что дальше начнутся процессы апелляции, касации. Но на сегодняшний день опасений у нас нет. Объект будет введен в эксплуатацию с 1 января, и он будет работать. Вот этот процесс, просто коротко, апелляции, касации, не повредит и не сдвинет сроки ввода полигонов в действие? Нет, мы с 1 числа намерены эксплуатировать данный объект. С 1 января 2019 года. Игорь Юрьевич, Ваш комментарий тоже хотелось бы получить по поводу того, как возглавляемое Вами министерство оценивает решение суда 14 ноября. Ну мы абсолютно, у нас с Алла Викторовна абсолютно одинаковая позиция по данному вопросу. На сегодняшний день и региональный оператор планирует с 1 января начать свою деятельность, согласно той территориальной схеме, которая у нас утверждена. В том числе там задействован и данный полигон. Со стороны правительства какие дальнейшие действия? Вот мы уже сказали, Алла Викторовна сказала, что будут апелляции касаться. Еще какие действия будут предприниматься? Потому что вопрос спорный с клубом ДОСАВ пока не решен. Здесь кто по этому вопросу работает? Здесь, ну у нас, давайте еще раз остановимся на том моменте, что да, у нас есть решение суда первой инстанции, да, и как бы дальше мы пойдем в апелляцию. Соответственно, как бы, ну Алла Викторовна уже сказала, да, у нас с нашей точки зрения нет никаких там правовых оснований считать, что данный объект нельзя будет эксплуатировать. Это что касается осенцев, мой вопрос касается непосредственного взаимодействия с этим спорным вопросом, кто им занимается, какое министерство, или, может быть, этим занимается Куприт напрямую сейчас. Или администрация Слободского района, или связка какая-то есть. Ну, если конкретно по этому объекту, по там осенцам, полигонам, то здесь, естественно, да, там предмет иска-то какой? Ведь исправилось разрешение на строительство. Это занималась администрация Слободского района. Ну, и в качестве третьей стороны были привлечены, понятно, это центральный полигон инвестор, кто там этот объект построил. Но и мы, как правительство области, почему? Потому что мы отвечаем за организацию системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территорию всего субъекта. А данный объект, он одна из составляющих территориальной схемы, без которой просто эта система не сможет работать. Значит, твой вот следующий спор с ДОСАФ не закончен, но полигон с 1 января будет работать. Да, но вот если позволите, небольшие совершенно комментарии. У нас изменились требования в Воздушном кодексе Российской Федерации. И если раньше был четкий запрет на строительство полигона в 15-ти километровой зоне, то сейчас такого прямого запрета нет. Есть запрет на размещение объектов, которые могут способствовать привлечению птиц. Для того, чтобы эти объекты не способствовали привлечению птиц, есть огромный набор средств и каких-то мероприятий, которые эту ситуацию снимают. И в данном случае, если так остро вопрос станет у центрального полигона, я думаю, что они готовы, мы разговаривали с ними, они готовы оснастить полигон специальными устройствами по отпугиванию птиц. И дальше вопрос будет решаться совершенно просто. Значит, по согласованию с собственником, значит, объект может быть размещен в 15-ти километровой зоне. У нас, напомню, в 15-ти километровой зоне есть и другие объекты, которые способствуют привлечению птиц. Это и Заречья, и Зониха, да, ну куда их денешь? То есть они уже существуют. У нас еще гораздо более, ближе, там, ну в двух километрах, например, наш памятник природы, гнездование Черной Крачки, да, рядом совершенно Заречный парк, где тоже пойменные луга, где там тоже у нас пролет птиц и водоплавающие. Поэтому это вопрос такой, ну неоднозначный, я бы так сказала. И Воздушный кодекс на сегодня позволяет именно при проведении мероприятий оставлять эти объекты в 15-ти километровой зоне. Направлено действует это. Поэтому я думаю, что это вопрос такой процедурный, и собственник объекта будет заниматься и готов такие мероприятия провести. Игорь Витальевич, Крысов, да? Подключить пора, наверное, обращаясь к генеральному директору компании «Куплет». Игорь Витальевич, какая работа региональным операторам на данный момент ведется, какая подготовка и как повлияло вот это решение суда? Ну, на нас оно никак пока не повлияло. Объект мы, он находится в территориальной схеме, поэтому мы этот объект рассматриваем к работе. Значит, сейчас... Вот что конкретно сейчас, на каком этапе? В данный момент мы, значит, заводим в программу, у нас есть комплекс, АСУ, это программа управления отходами. Значит, мы заводим туда сейчас всю информацию с объектов, которые будут размещать отходы. Это весовые. Значит, проводим, будем говорить, взаимодействие, что программы, которые на весовых, значит, чтобы самодействовать с нашей программой. Поэтому заключаем договор. Договор мы уже заключили с этим, с этой организацией, центральный полигон. Вот, в принципе... То есть, вполне себе, можно сказать, в штатном режиме. Да, да, все штатном режиме. Идет работа в компании Куприд. Вы по заранее намеченному плану готовитесь к 1 января для того, чтобы все принятые на вас обязанности исполнять. 23 полигона, которые у нас есть в территориальной схеме, они будут все работать. Со всеми мы уже заключили договор. Небольшая пауза. Да, у нас сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся буквально полминуты. Итак, наши гости. Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области, Игорь Редькин, министр энергетики и жилищного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства региона. Игорь Крысов, генеральный директор компании Куприд, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, заверили нас сейчас до перерыва, что с 1 января 2019 года полигон в Осенцах работать будет на полную мощность, и все полигоны, которые заявлены в терсхеме, работу свою начнут и будут работать так, как в схеме, собственно, и описано. Тогда давайте поговорим о вопросах, которые волнуют, конечно же, горожан в первую очередь. Что изменится с 1 января 2019 года в сфере обращения с отходами? Вот что каждый житель должен знать. Игорь Юрьевич, начнете? Да, хорошо. Ну, во-первых, с 1 января у нас как раз и начнет свою работу региональный оператор. По сути, что такое оригинальный оператор? Это большая управляющая компания, которая и организует весь процесс от контейнера до полигона, до объекта, да, работу всех операторов в этой сфере. Это начиная с операторов по транспортированию, и это заканчивая уже полигонами, где будет происходить захоронение этих твердых коммунальных отходов. На сегодняшний день, как уже Игорь Витальевич сказал, заключены договоры со всеми операторами, которые эксплуатируют данные полигоны. Состоялись торги, по результатам которого отобраны подрядные организации, операторы, которые будут осуществлять транспортирование этих твердых коммунальных отходов. То есть, как бы, сама договорная основа, она полностью уже со стороны как регионального оператора, так и органов исполнительной власти отработана. На данный момент, уже как Игорь Витальевич сказал, сейчас ведется работа по дополнению автоматизированной системы учета. Это то, что является неотъемлемой частью от электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, где все это позволяет отслеживать движение каждого мусоровоза в режиме онлайн, в режиме реального времени. То есть, был, не был он у данного контейнера, куда уехал этот мусоровоз. Доставлены были с этого мусоровоза твердые коммунальные отходы именно на тот объект, который у нас предусмотрен территориальной схемой. Это интересный, на самом деле, вопрос, потому что вот то, что происходит сейчас, мы все участники этого процесса, это как раз вопросы к тому, кто приезжал, кто забирал мусор, кто вывез контейнер и почему не убрана площадка. И здесь приходится разбираться, мы сами это делали и прозванивали, приходится разбираться, кто там отвечает за эту площадку, кто поставил контейнер, а был ли действительно мусоровоз. И вот в отсутствии прозрачной системы очень часто есть возможность для спекуляции затянуть время и сказать, мы не знаем, мы выясняем, это не мы вообще. Вот с введением этой системы, я сейчас обращаюсь к Уприту, к его генеральному директору Игорю Крысову, по сведениям этой системы, эти вопросы будут полностью сняты или все-таки нет? Да, поясню. Значит, система новая, значит, сейчас предстоит громадная работа, мы ее уже проводим. Значит, нужно в эту программу, соуправление отходами, нам нужно заложить всю информацию, которую мы собираем. Первое, это со всех организаций, которые на сегодняшний день осуществляют сбор, значит, и вывоз твердых коммунальных отходов. А у нас их сколько? Ну, если брать по региону, их очень много, сейчас не могу сказать. Ну, по областному центру? По областному центру, это порядка тоже шести компаний. Шесть. Да, ну, шесть, может быть, семь, да, там, ну, есть небольшие компании, перевозчики. Это те компании, которые вывозят мусор. Да, совершенно верно, это те компании, которые вывозят мусор. Дальше мы в эту же программу заводим, я, как я говорил, уже не возвращаюсь про полигоны. Значит, что, какую информацию нам нужно туда занести? Значит, и что изменится с заносом этой информации? На сегодняшний день у нас охвачены образователи отходов, не все договорами на утилизацию транспортирования мусора. Это, будем говорить, юридические лица не заключают договоры. Которых было очень много, как там говорили, еще весной, начале лета. Большинство практически. Это было практически всегда, потому что обязанности на сегодняшний день не существуют на заключении договора. Есть даже в правилах внутреннего благоустройства, например, так формулировка, что юридические лица заключают договор. Тем самым у них была возможность не заключать договор, а пользоваться контейнерной площадкой, которая, в принципе, стоит в каждом дворе. Площадка для жилого фонда. Контейнера свободно открыты, пожалуйста, выноси. Забровольный порядок для юридических лиц? Был. Звучала цифра, что более 80% юридических лиц не заключали договоры на вывоз мусора. Совершенно верно. На это у них никто не мог проверить, и нет никаких административных воздействий на то, чтобы их привлечь к какой-то административной ответственности. Поэтому с 1 января у нас, почему мы говорим, что поменяется все в корне, у нас возникла коммунальная услуга, и по которой возникла обязанность на заключение договора. У юрлиц? У всех образователей коммунальных отходов. Это и физические лица, договор оферты просто действует по, если физическим лицам мы говорим, которые в свое время, своевременно Куприт и разместил. Поэтому, когда у нас возникла обязанность, мы, понятно, что с 1 числа, наверное, не получится у нас охватить 100%, но мы будем стараться договорами всех юрлиц полностью, во-первых, выявить их нужно, дальше занести их в нашу программу, заключить с ними договор, чтобы они к нам еще и приехали. Нужно, чтобы они в офис к нам приехали. Там есть возможности через сайт, на сайте всю информацию получить у нас. А где базу юрлиц возьмете? Мы ее собираем, во-первых. Самостоятельно? Аналоговая? Мы ее собираем сейчас, во-первых, это с перевозчиков, которые сейчас работают, с администрацией берем информацию. Ну, ее собираем, это всюду. Есть же налоговая инспекция, где юрлицы все стоят на учете. Совершенно верно, да. Работаете с ней? Работаем. Значит, дальше, когда у нас все полностью образователи отходов 100% будут заквачены договорами со своими объемами, то тогда переполнения на контейнерных площадках не должно быть. И его не будет. Вот в той ситуации, которую мы сегодня видим в городе, да, то, что у нас идет неучтенные отходы складируются. А ведь сегодня компании как работают? Схема простая, они умножают количество образования и сколько нужно под это образование емкости и устанавливают. Все говорят, что тут снимают контейнеры. Смотрите еще какая история, я прошу вас ее пояснить, Игорь Витальевич, это история, которую мы озвучивали в нашем эфире. История, например, конкретный пункт скажу, на улице Володарского, 46, контейнерная площадка стоит, вот муниципальная площадка, ее туда выставляют контейнеры три управляющих компаний. За все это время управляющие компании не смогли договориться о графике вывоза мусора, и поэтому там постоянно скапливаются отходы именно вокруг контейнеров. Там находится музей Грина, находится корпус Вятской гуманитарной гимназии. Мы прозванивали сами, мы это озвучили в эфире, это не какая-то придумка. Они друг на друга спихивают, под прессингом теруправления и нашим время от времени выводят, но я сегодня утром там была, и ситуация та же самая. Это не юрлица, которые не заключали с вами договор, это управляющие компании, которые пользуются одной площадкой и вот так себя ведут. Как вы сможете повлиять на работу управляющих, когда они пеняют друг на друга? Тут, я думаю, не договорились ни о графике вывоза, а о заключении договора, наверное, или как. Все равно тут высчитать все очень просто. У каждой управляющей компании есть в доме количество проживающих жителей, это образователи отходов. На них действует норма накоплений. Игорь Витальевич, смотрите, там три контейнера, три управляющие компании. Они, может быть, и высчитали, и предоставили вам, но люди сваливают мусор рядом с этими контейнерами. Контейнеры вывозят, а то, что остается на площадке, нет. А вот это уже возникает ответственность за содержание контейнерной площадки. Там три управляшки. Понимаю. Это нужно будет. Я думаю, что тут можно решить вопрос. И таких площадок много. Можно решить вопрос пропорционально количеству отходов. Кто будет решать этот вопрос? Это нужно совместно комиссионно решать. Таких вопросов будет и с 1 января. Ваша здесь есть какая-то часть ответственности или нет? С 1 января. С 1 января мы, как региональный оператор, можем комиссионно поучаствовать в этом самом деле. Но ответственность лежит все-таки на собственнике контейнерной площадки. Игорь Юрьевич, ответственность лежит, ответственность не исполняется. Смотрите, значит, если мы обратимся к 89-му федеральному закону, да, и те правила, которые у нас вступают в силу также с 1 января 2019 года, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.10.39, это правила по обустройству мест накопления коммунальных отходов и введения реестра. Это как раз и есть полномочия органов местного самоуправления. Вот здесь уже вся эта работа, она будет проходить в ручном режиме между органом местного самоуправления и региональным оператором, который в целом организует всю эту систему, работу всей системы на территории всего нашего региона. Введение реестра мест накопления площадок, это полномочия органов местного самоуправления. То есть в Киеве это департамент городского хозяйства, администрация города? Ну, администрация города, да, там, это в их них, то же самое мы придем в любой населенный пункт, там, город Слободской, к примеру, город Кировичпятки, этими будут заниматься как раз администрации, то есть они введут реестр, они отвечают за создание и содержание мест накопления. Вот это очень важно было отметить, потому что, когда мы говорим о том, что будет единый оператор, из первого числа все заработает как часы, люди, выйдя первого числа, второго, десятого, двадцатого января и увидят такую площадку, неприбранную, будут говорить о вас, Куприд. Потому что мы говорим, что вы ответственны за весь мусор, и это очень важно людям разжевать, что вот эти площадки, они муниципальные, и Куприд за них не несет ответственность. Ну вот если опять же обратиться к 89-му закону, значит региональный оператор несет ответственность за мусор после погрузки его в мусоровоз. Вот это если читать закон, ну то есть, да, поэтому у нас ответственность возникает тогда, но мы готовы помочь и подсказать, как сделать. Например, этим же управляющим компаниям, если они не могут разделиться, они вправе разделить, создать три контейнерные площадки. Вот Володя, да, до эфира Володя как раз предлагал дальше еще эту тему освещать, вот видишь, как у нас с тобой получается. Мы так или иначе углубляемся. Наши гости могут говорить сейчас о работе регионального оператора терсхемы и в целом системы, а вот этот частный вопрос, который вот на глазах сейчас, да, вот самый-самый-самый, это нам надо с тобой приглашать городские власти и управляющие компании, да. Вот смотрите, вот Игорь Витальевич не сказал, но или уже сказал, я пропустил, наверное, сейчас вот как раз идет со стороны Куприта и работа по инвентаризации, совместно с органами местного самоуправления, всеми муниципальными образованиями нашей области, по инвентаризации этих мест накоплений. То есть, где это стоит, находится площадка, органы местного самоуправления должны это определить в зависимости от того, ну, сколько там и кто будет образовывать мусор, да, а рекоператор, в свою очередь, это все уже с привязкой к координатным точкам заносит в свою автоматическую систему учета. Это очень нам, кстати, помогло, именно так мы выяснили, какие все-таки три управляющих компании на этой площадке зарегистрированы. Они подали сведения, пытались отнекаться, сказать, это не мы, но у вас они уже есть в системе. Я почему это озвучиваю нашим слушателям, потому что надо понимать, что не надо ждать и жаловаться на кухню, что что-то там не прибирается. Вот есть система, можно узнать, какая управляшка вывозит, кто обслуживает эту конкретную площадку около вашего дома. И я вас уверяю, что звонки и жалобы, и требования, они работают. Но вот все равно нужно будет этот вопрос еще обсудить. У нас есть еще один вопрос по контейнерным площадкам, местам накопления, про те населенные пункты, где никогда не было вывоза отходов. Как здесь будет решаться вопрос? Сейчас проводится интеризация контейнерных площадок. Мы ее разделили, будем говорить, на два этапа. Об этапах идут параллельно. Значит, это существующие контейнерные площадки. И также мы проводим интеризацию во всех районах. Это в основном, где нет контейнерных площадок, это районы области. Во всех районах интеризацию планируемых контейнерных площадок. Это точно так же проводится с помощью мобильного приложения к программе АСУ. То есть специалисты выезжают и на месте вносят данные? Мы уже непосредственно с министерством ЖКХ мы встретились со всеми главами. Они приезжали со своими специалистами. Мы научили их, как пользоваться. Сами выезжаем, помогаем провести интеризацию. Я думаю, что 25 число у нас уже будет полное видение, сколько площадок нужно создать в Кировской области. Туда входят и площадки, и места временного накопления. Успеете после 25 ноября? Уже сейчас результаты есть. Создать, значит, это что? Это только создать места. Предусмотреться мысли места. А их обустройство это уже еще один процесс. Да, это будет уже идти в течение 2019 года. Я думаю, что это будет. Но, по крайней мере, когда будут места, мы сможем уже организовать вывоз, поставить емкость и уже всем жителям сказать, что вот ваша площадка, на которую вы должны сносить мусор. И здесь Куприд работает в связке с муниципалитетом. Я бы хотела здесь поставить следующий акцент, вот если позволите, чтобы было правильное понимание. Реформа с 1 января 2019 года только начинается. То есть то, что планируется сделать по контейнерным площадкам, по местам накопления, по объектам мусоросортировки, это предстоит создать и сделать в 2019-м в последующие годы. И даже полномочия органов местного управления по созданию мест накопления, ведению реестра, они тоже наступают только с 1 января 2019 года. Поэтому не надо воспринимать и понимать, что вот мы 2 января проснулись, открыли глаза и у нас, как в Европе, значит, все действует, функционирует, свалок нет и мы здесь все в шоколаде. Поэтому, да, на создание и реализацию этой системы нужно определенное время, поэтапное, и законодатель об этом и говорит. Мы просто все осознаем, что реформа должна быть, ее надо начинать. Вот начало ее будет положено. Перерыв на полторы минуты и продолжим разговор о мусорной реформе в Кировской области с нашими гостями. Итак, мусорная реформа, она вот уже практически идет, надо сказать, да, а с 1 января мы получим, не 1 января получим, но с нового года мы будем получать платежки, в которых будет отдельной строкой новая цифра за вывоз твердых коммунальных отходов и о том, как, в какой форме будут приходить эти платежки. Внимательные слушатели в нашем эфире неоднократно могли отметить на прошлой неделе. Мы три таких эфира делали, разобрались и сегодня еще раз поясним. Какая будет цифра в этом тарифе, мы поговорим отдельно с РСТ, да, когда она будет установлена и еще раз пригласим, и они еще раз разжуют, и это будет 25-го. Не позднее 20-го декабря. Да, потому что вот сейчас о тарифе говорить нечего, невозможно абсолютно, да, 20-му декабря, так скажем. Поэтому мы вернемся к системе, которую правительство совместно с региональным оператором сейчас, которая накапливает, обеспечивает ее работу. Вот мы с вами говорили про вывоз мусора с разных площадок, мы проговорили про юридические лица, которых наконец-то обяжут заключать договоры, и они будут платить. Мы говорили о том, что есть договор оферты, по которому, если даже вы его не подписывали лично, он действует, и вы все равно, каждый из нас, каждый горожанин и селянин будет платить. Мы сказали, что куприт, его обязанности возникают с момента, когда пакет попадает в мусорный бак, да, и вы, собственно говоря, в автомобиль даже, в мусоровоз, и вы везете. И вот про этот вывоз, про то, что будет организовано больше и разных контейнерных площадок оптимальных, мы тоже сказали, эта работа с муниципалитетами ведется. Но всегда возникает вопрос большой территории Кировской области и отдаленных населенных пунктов. Там есть проблема, и как она решается? А вот давайте я, наверное, на этот вопрос отвечу, поскольку у нас законодательством сейчас механизм работы с такими территориями, он есть. То есть, если, предположим, нет постоянного сообщения или сезонное сообщение, есть такой механизм, как площадка временного накопления, где допускается размещать отходы до 11 месяцев накапливать. И когда будет накоплен какой-то определенный объем, если технические возможности есть, и проходимость дорог, и так далее, может быть осуществлен не регулярный вывоз, а какой-то там разовый вывоз. Вот такая система, она тоже предусмотрена. А вкратце, какие требования к этим временным площадкам? Они должны быть обозначены, огорожены? 11 месяцев все-таки. На сегодня Роспотребнадзор не определился с требованиями к этим площадкам, но мы считаем, что проводим аналогию как к временным площадкам для производственных отходов. Это твердое покрытие и навес какой-то от атмосферных осадков. Значит, поэтому мы считаем, что здесь могут быть приспособлены какие-то старые ангары, старые гаражи, старые силосные ямы на этом этапе. Конечно, мы понимаем, что все надо создавать и площадки, когда будут определены требования Роспотребнадзору, они в последующем будут созданы. Это нормальная ситуация, но вот на сегодняшний день нет паники по поводу того, что как вывозить, например, с какой-то заречной части, когда сообщение только в летнее время, когда понтонный мост. Вот для таких территорий создание площадок временного накопления предусматривается, и мы сейчас работаем с органами самоуправления, и Куприд точно так же они определяются, для каких территорий целесообразно вводить такие площадки временного накопления. Ну и очень важный вопрос о платежах. О платежах населения напомним, Володя, по поводу квитанции, что мы выяснили, как они будут приходить эти платежи. Ты имеешь в виду квитанции за электроэнергию? Да, было сказано, что строка за мусор, платеж наш за мусор придет в одной квитанции за электроэнергию, и мы здесь подробно на прошлой неделе разбирали этот вопрос, и нам представители управляющих компаний и банков пояснили еще раз, что, во-первых, если к вам пришла такая платежка, это не значит, что вы обязаны единым платежом ее проводить прямо сейчас. Если у вас нет такой возможности, но вам удобнее платить по частям, вы можете прийти в офис банка и там с оператором, разобравшись, подать заявку на оплату отдельной электроэнергии, отдельно мусора и даже частями, если вам так удобнее. Второй вариант – это поставить себе на компьютер, на мобильное приложение, мобильное приложение поставить себе на телефон, где вы тоже можете выбирать, какую именно платежку в этот момент вы оплачиваете, какую именно услугу в этот момент вы оплачиваете. Семинары на эту тему проводит Общественная палата Кировской области. Пожалуйста, следите за расписанием этих семинаров на сайте АПКО-43. И все-таки возникает вопрос, насколько устойчивой работа регионального оператора будет в случае массовых неплатежей. Есть такая угроза? Игорь Иванович. Ну, наша компания имеет опыт работы с дебюторской задолженностью, поэтому сейчас у нас набран штат, значит, юридический отдел, набран, да, по как раз работе с дебюторской задолженностью. Значит, мы приобрели и устанавливаем сейчас продукт новый программный, который нам позволит это все автоматизировать. Поэтому, ну, я думаю, что, конечно, неплатежи они все равно будут, они в любой коммунальной услуге не присутствуют. А какие риски закладываются по неплатежам? Они же всегда, наверное, закладываются. Ну, вот чтобы работал устойчиво оператор, допустимый риск какой? Это я уже так из разворота на бизнес начинаю спрашивать. То есть, в процентном соотношении примерно, да, сколько должны все-таки оплачивать данные услуги? Мы не говорим, что не надо платить. Ни в коем случае, конечно, надо. Нет, мы, конечно, рассчитываем, как и, как есть уж на бизнес, то мы рассчитываем, что 100% будут у нас. Это понятно все, но, тем не менее, есть реальная ситуация. Реальная ситуация, мы думаем, что у нас есть план составлен, значит, это, там, может быть, первый месяц у нас будет сбор, мы рассчитываем, что это 50%, все-таки мы соберем. Насколько жестко? То есть, по итогам января, да? И дальше мы уже начинаем претензионную работу. С марта месяца мы уже начинаем. Что значит претензионная работа и есть ли штрафы за неоплату? Ну, пени, как и обычно, они, конечно, будут начисляться. И мало того, что возмещение всех затрат на судебные издержки тоже будет на неплательщика. У нас остается буквально три минуты с небольшим. И у нас есть два очень важных вопроса, поэтому такой вот блиц. Очень много вопросов по созданию объектов мусоросортировки. Когда и за чьи счеты они будут построены. Мы знаем, что новые полигоны терсхемы запланированы. Вы говорили об этом, Алла Викторовна, что еще пять полигонов должно быть построено. 19 закрыты, насколько я помню. Поэтому вот про мусоросортировку, мусоропереработку коротко. И вопрос про информационную работу. В терсхеме запланированы 15 мусоросортировок. Две из них частные, так скажем, 13. Мы рассчитываем, что они будут построены за счет бюджетных средств. Это федеральные субсидии? Это федеральные субсидии. Значит, небольшое там софинансирование региона будет. Но, тем не менее, это достаточно привлекательный ресурс. Сознательно идем на привлечение федеральных средств, чтобы снизить тариф и плату граждан на создание этих объектов. На сегодняшний день наша заявка на 2020 год на приобретение оборудованию, скажем, она включена. Это примерно 200 миллионов, которые у нас зарезервированы под Кировскую область. Но и мы намерены до 15 апреля, вместе с Игорем Юрьевичем вчера тоже на эту тему общались. Я приехала из Минприроды. Появился механизм создания мусоросортировок как объектов некапитального строительства. И мы намерены подать дополнительную заявку именно под создание объектов, также за счет федеральных средств. Что касается... В какой второй вопрос? Про информационную вещь. Подождите. А частный капитал? Сейчас вы говорите, что частные будут мусоросортировки. Вы планируете расширять присутствие частного капитала? Инвестиции. Мусоросортировки, мусором, может быть, даже переработки. Пока мы понимаем, что надо создавать эти объекты за счет средств бюджета, а дальше механизмы возможные, передача этих объектов в концессию, в аренду и так далее. Наверное, тут целесообразно в аренду наполнение бюджета в этом плане и обслуживание уже какими-то компаниями, которые будут иметь лицензию. Безусловно, правительство области и органы власти являются хозяйственными субъектами. Наша задача с 2020 по 2022 год мы считаем, что... Появится мусоросортировка. А в какой год вы планируете построить, начать строительство мусороперерабатывающих предприятий? И как это вообще в России? С мусоропереработкой здесь немножко сложнее. Сейчас нет на законодательном уровне никаких механизмов. И отдельного законодательства нет по переработке. Ведь это уже не отходы, а вторичные материальные ресурсы. Оно только создается. Значит, на сегодняшний день механизмы точно так же подачи заявок на федеральный уровень есть по переработке. Мы сейчас думаем, вот буквально на днях общались с университетом, с Святским государственным университетом. Есть интерес по созданию производства по переработке пластика. И первое предприятие в Котельниче открыто было. Да, да, да. Именно там, скажем, это послужило такой как бы отправной точкой. И сейчас есть видение, но не буду пока забегать вперед. То есть планы есть. Кроме того, значит, этот бизнес абсолютно открыт, площадки открыты. И здесь может любой, кто заинтересован, малый и средний бизнес, создавать свои объекты переработки. Я думаю, что эта отрасль будет очень сильно востребована. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Романа Титова, вице-спикера ОЗС, о провале информационного сопровождения мусорной реформы. Заявление в нашем эфире прозвучало. Ну, честно говоря, я бы не согласилась с Романом Альбертовичем, потому что все летнее время коллеги из министерства ЖКХ, мы вместе с Ассоциацией муниципальных образований проводили встречи, кустовые совещания, выезды. Вот прям регулярно, еженедельно выезжали, работали с органами местного самоуправления, с сельским поселением, рассказывали, что это такое, что они должны сделать. А вот сейчас, начиная с 15 ноября, выстраивается опять по очень жесткому графику работа местной власти с населением. То есть они должны рассказать о том, что за система, значит, все какие-то нюансы этой системы. И это правильно, мы считаем, что с населением надо работать непосредственно перед переходом, для того, чтобы в памяти это отложилось. Если бы мы начали эту работу в начале года, я думаю, что она просто растворилась бы. — Игорь Витальевич, а Вы, со своей стороны, как рекоператор, уделяете внимание информационной работе или не входит в Вашу помощь? — Нет, почему? Мы уделяем очень много внимания этому. — 30 секунд буквально. — Также разработан план, значит, мы встречаемся на различных площадках и во всех районах, на администрациях, с юридическими лицами собираются, с населением, с общественными организациями. У нас практически ежедневные, не практически, а ежедневные выезды, значит, этих руководителей, значит, они выезжаем. — Вот через СМИ Вы планируете информировать? — Или графики есть на сайте, где можно посмотреть? — На сайте графики еще это все идет, в таком нам посылают письма сейчас, когда идет сбор каких-то. — Можно я тут вставлюсь? Самое главное для населения, они должны понимать, с 1 числа, где будут эти места, значит, куда можно выносить мусор и по какому графику они будут вывозиться. И такая задача органам самоуправления — организовать информационную работу на стендах, в общественных местах. Эту информацию, она должна быть доступна. — Ну что, мы пригласим органы местного самоуправления по информационной работе с населением. Благодарим наших гостей Алла Албегова, Игорь Редькин, Игорь Крысов. Продолжим разговор о мусорной реформе и будем информировать наших слушателей о том, куда выносить, сколько платить и какая ответственность наступает за неплатежи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова